Для начала давайте покажу, чего я накупила. Томатов разных сортов. Вот, допустим, крупные плоды. Я вот взяла три пакетика вот таких вот. Я подразумеваю, что это будут салатные помидоры, и что из них можно будет делать томатный сок. Взяла вот такие вот помидорки. Они помельче. Написано, что они созревают попозже, и удобно будет их закручивать. Имеется в виду мариновать, солить помидоры в банках на зиму. Взяла вот такой перчик, но его я буду сажать попозже. Здесь написано чуть ли там. Но позже значительно сажать надо. Взяла вот такие вот огурцы. Меня подкупило то, что они не крупные, маленькие растут, не перерастут вот в такие вот огромные слоники. Вот эти вот мне посоветовали в магазине женщины, там набирали. Сказали, очень хорошие. Их на рассаду я сажать, наверное, не буду. Мама у меня сажает вот такие вот огурцы прямо в грунт, в открытый. Так что их я на рассаду сажать не буду. Купила вот такой редис. Я редис вообще сама не люблю, но муж у меня любит, мальчишки едят. Поэтому это я буду сажать в открытый грунт по весне. Купила вот такую вот травку-муравку. Я люблю такую травку ложить в мясо, в котлетки. Ее написано, что я буду сажать на рассаду, но я пока что с ней повременю. Купила вот такую вот морковь. Вот, нанская. Это название у меня еще с детства, поэтому я ее купила. Я не знаю, какая она по качеству, какая она растет. Но написано все очень красиво. А по-настоящему не знаю, что будет. Ее буду сажать в открытый грунт. Купила свеклу. Тоже покупала по картинке, по красивой. Ну и по описанию, потому что опыта не имею. Брала на обу. Это я буду сажать в открытый грунт после того, как съедим редис и освободятся с грядки. Просто я это знаю по опыту, моя мама так сажает. Буду копировать, делать она. Так, накупила я семян. Много вот таких бархатцев. Цветы я сажала. Когда работала в садике, в школе. Так что с цветами я имею опыт общения. Вот такие вот пархатцы, я знаю, они очень хорошие. Красивенькие, долго цветут. Прямо открытый грунт сажала. Результат был хороший. И вот такие вот. Ой, забыла. Цинья называется. Взяла два пакетика. Тоже знаю, что если за ними поухаживать немножко. Ну какой уход? Полив, рыхление. Даже не рыхление, а полив для удаления сорняков. И они прекрасные цветы, без всяких заморочек. Их я буду сажать в открытый грунт. То есть сегодня мы сажаем на рассаду вот такие помидорки. Так, грунт у меня уже поехал. Помощник маленький у меня здесь. Так, купила я вот такие вот контейнеры. Вот, с ячейками. Вот, у контейнера вот такая прозрачная крышка, чтобы закрывать сверху, чтобы рассада росла, как курнички. Так, не знаю, что делать люди, как это делают. Ну, я просто открою рум. Рум для вот такой вот рассады в ленте. Может, маленький помощь не помогает мне? Первое на контейнер я накладывала ложкой. Это мучение. Грунт какой-то весь комковатый. Ложкой не получается его размять. Я решила следующий контейнер накладывать руками и параллельно вот так вот разминать эти комочки. Камера у меня села. Сейчас буду снимать на телефон. В этот контейнер дубль два я положила землю, грунт, руками, не ложкой. Ложкой очень долго. И сейчас, как в прошлый раз, делаю небольшие углубления. Сантиметра, наверное, полтора. Так, будем сажать вот такой вот гигантелло. Эти семена мне как-то побольше нравятся, чем алтайский розовый. У них и форма более аккуратная, и меньше каких-то слипшихся. Я стараюсь выбирать семечки более правильной формы, чисто, не знаю, на каком-то подсознательном уровне. Мне почему-то кажется, что если крупная семечка, если она правильной формы, то почему-то мне кажется, что результат должен быть лучше. Это мой первый опыт в посадке овощных культур. Поэтому посмотрим, что из этого получится. Для меня это не критично. Когда мы жили в квартире в городе, те же самые помидоры мы покупали на рынке. Точно так же крутили. Это будем считать, что это мое такое хобби. Так, это была гигантелло. Семена еще остались. Немножко присыплю их грунтом. Не полью тепленькой водичкой. Не знаю, как сильно надо и поливать их. Сильно или... Но я чувствую, что грунт не пересушенный, в меру влажный. Поэтому я считаю, что сильно уливать смысла нет. Тем более вода будет конденсироваться, подниматься на этой крышечке, на верхней, скапливаться и опускаться вниз. Так, это у меня гигантелло. Посмотрим, что будет дальше. Ну что, посадила я свои семена. Что я могу сказать? Использовала два контейнера. Семян оказалось очень много. Я даже не все посадила. Использовала вот такие вот контейнеры от грибов. Хорошо, благо я их сохранила. Поставила вот туда вот такие вот от творожков. И каждая семечка растет в своем маленьком контейнере, чтобы не травмировать. Я так понимаю, так лучше для семян будет не травмировать корень. Для каждого такого контейнера подготовила пакетик, чтобы был эффект теплицы. Мне кажется, вот с таким будет больше мороки. Для трех видов томатов. А, для двух. Для двух видов томатов мне не хватило контейнеров. Муж сейчас в городе. Я попросила его докупить именно вот такие контейнеры, чтобы было удобно закрывать вот так вот крышкой. Не мучиться с пакетиками самопальными. Что я хочу сказать о семенах. А вот такие два вида. Семена мне не очень понравились. Семян много, но они все какие-то порезанные, слипшиеся. Ну, не знаю, как они будут сходить. И как они дальше будут вкусные. Ну, вообще, как зайдут, неизвестно. Но само качество семян мне не понравилось. Но их много. Это их я посадила в вот эти большие контейнеры. Вот эти вот два вида семян. Вишенка и вот такой пламенный. Семена мне очень понравились. Они очень аккуратненькие, ровненькие. Резанных вообще нету. Пламенных оказалось очень мало. Ну, штук, наверное, 10 было. Вот таких вот вишенка много. У меня еще, наверное, там осталось 70-20 как минимум. И посадила два контейнера по двенадцать. То есть, ну, достаточно. Теперь надо это все отнести в солнечную детскую. Хочу поставить на стол. Хотела стол передвинуть к окну. А сейчас уже, честно говоря, посидела, подумала, решила, что не буду к окну двигать. Кот у нас любит лазить на подоконник. Боюсь, мою рассаду он все попрокидывает. Поэтому стол оставлю на месте. На стол их поставлю. Прикрою крышечками. Закрою пакетиками. Чтобы был эффект теплицы. И будем смотреть, что будет. Самое главное, чтобы Володя с котом их не пораскидывали, не опрокидывали. Слышала, что чтобы кот не лазил к цветам. Ну и к рассаде. Надо двухсторонним скотчем все обклеить вокруг. Но это придется невесту обклеивать. Мне кажется, это не вариант. Ну, посмотрим, что у меня вырастет. Вот такой вот я садовод-огородник. Спасибо за внимание. Надеюсь, кому-то пригодится мое видео. Я вам рассказывала, что садовод я никакой. Ну, такой товарищ у меня здесь растет. Кот в фикусе Бенжаминово в ванной. Причем в комнате, в которой никогда не бывает прямого света. Кот как-то пытался у меня запрыгнуть на подоконник. И уронил фикус. Я буквально на автомате подняла его, собрала с пола землю и затолкала опять горшок. Через какое-то время у меня что-то выросло в земле. Я не стала его дергать, потому что увидела, что росточек необычный. Какой-то вот, видите, мохнатенький. Я его оставила. И вот какой товарищ у меня вырос. Насколько я понимаю, этот томат вырос где-то у меня в начале февраля. И вот с начала марта вот такой вот товарищ. Причем, я говорю, прямого солнышка нету, но он не тянется. Я думаю, он вообще расти не сможет. Вот посмотрим, что из него вырастет. Самая главная загадка для меня. Откуда взялось в ванной семечко? Чудо какое-то. Подсыплю этим, друзья, немножко свежего грунта. Земля прям совсем жуткая. Как я аккуратно насыпала. Надеюсь, хуже я не сделаю. Это прям та земля нижняя. Прям вся аж солью покрылась. Но буду думать, что я ему хуже не сделала. Только получше. Надо будет еще полить. И буду надеяться, что у этого малыша будет все хорошо.